10 октября 2014 года понедельник показывает неужели ну ладно и сегодня я заявился так поздно на предприятие и арк по нескольким причинам и одна из них это очень сильно устал от компьютера ну и как ни странно здесь даже после обеденное время наблюдаем но естественно не буду больше утомлять подсчетами тех которых я сейчас найду остановлюсь на такой теме мое видение экологически чистого землепользования и как оно сложилось сложилось оно нечаянно абсолютно из-за моей лени давно давно еще 70 до наверное 66 65 году когда впервые услышал по голосу в америке есть такие червячишки которые едят любой мусор и выдают чернозем этим самым черноземом для цветочков нас мать отправляла просила направляла на нас все-таки точнее через забор лесопосадку буквально в 20 метрах от квартиры в городе минеральные воды рядом городской больницы там забор был и и вот туда мы отправлялись с ведром не так часто но все равно и таскали этот чернозем из картовых куч на цветник под окном и потом соответственно и водорами от крана за целый квартал таскали водичку туда для полива цветов который наша мумуля 22 года рождения до сих пор здравствуйте слава богу там сажала и мы соответственно с утра очень рано она у нас жарно так же как и я с утра рано сажается ходит на работу нам задача на автомате даже без напоминаний все полить естественно прополка посадка все это дело она наша задача была полить ну и как правило поливали на вечерком во вторых можно было в том что любовь к земле как таковая у меня выглядела примерно так цветочки на подоконнике цветочки под окном все остальное самое раннее детство прошло деревья четыре года и все остальное как говорится получалось автоматом с полей без всяких огородов особых и прочее отец был главным зоотехником так что с продуктами питания проблем не было о качестве а вы когда никто не говорил и вот только семьдесят втором году когда получил уже собственную квартиру на первом этаже квартира 6-метровая ложа родилась родился второй ребенок дочь пеленки вонючая жара родилась она в июне месяце и соответственно жену я старался беречь от этого дела от вонючек всех она просто складывала все все эти пеленки нашей дочурки в ведерко или не помню куда даже и все это стояло на лоджии с постоянно открытыми окнами я приходил со службы в основном интересовался приготовлено ли что покушать как в каждой молодежке ох какой выклазок красавец после обеденное в общем суть в том что эти пеленки я простил палкой там помахивая сливал эту воду и сливал ее прямо под окно рядом с мушанными кучами строительные ну и не просто так отделал канавку небольшую туда же прикапывал отходы пищевые которые у нас были и все это поливал вот этими вот дочкиными так скажем удобрениями и никаких растений я там не высаживал они выросли сами из тех семечек которые были там виноградные помидорные арбузные и прочие дымные культуры все это выросло само выросло само причем выросло такого размера виноград например что полез на крышу двухэтажного дома я привязывал стропы в общем появился нежданно негаданно у нас урожай вот такой самостоятельно только из того что мы выбрасывали ну и потом оказалось так что я этот мусор строительный начал закапывать выкопал предварительно канаву 50-метровую ну постепенно конечно до самого аррика который был как раз 50 метров от нашего дома и впоследствии уже установил насос и когда все увидели вот этот оазис у меня под окном ну а я сразу стал относительно большим начальником начальником штаба эскадрили вот все брали с меня пример по крайней мере те кто однокашники со мной поселились в этом же доме и уже через год у нас в общем то был довольно-ки приличный оазис вот и естественно когда я копался я увидел там огромное количество червячков земля стала черная до этого было просто краснозем узбекский как обычно в общем вот так и пошло я увидел что слишком много червячков вот как сейчас здесь вот увидел урожай подобный этому и соответственно уже у меня ох сколько их здесь выпало вот что значит я их потревожил видим да наглядно так выбираем и всех червячишек вот они не любят они такие пугливые вот пожалуйста вон стресс видите ну и естественно не просто стресс они еще лезут на теплое место пенопласт это однозначно тепло сразу тепло чувствуется не только нам но и червячишкам вот и соответственно они вот так шустро выскочили все и я их сейчас быстренько все соберу поскольку заказы нужно выполнять пересчитаю потом сейчас не буду отвлекаться и вот таким образом начал осваивать участок до самого рыка вот видите как я беру по 10 но не меньше 5 до самого рыка я этот участок за 10 лет освоил из косточек этих самых что там мы только не ели но выросли в основном персики двух сортов волосатые и голые такие мы их так называли потом у них оказывается другое название оказалось и соответственно еще по моему дерево и выросло ну и то что было море цветов это однозначно то что была зелень петрушки укропа кинзы особенно любимой там в Узбекистане это все уже было бесплатное приложение вот так все началось еще все началось Продолжение следует...